здравствуйте с вами фитнес также известный кого про и это мое новое видео ответы на вопросы 2 с предыдущего видео такого плана прошло порядком двух месяцев четырех месяцев четырех месяцев надо записать еще на самом деле это pr компания моей группы вконтакте и очень долго просили и наконец-то наконец-то я ее запилил и естественно здесь будут ответы на довольно важные вопросы узнать что будет дальше с моими каналами и вообще мои мысли по многим вещам вопросов было много я выбрал наиболее интересный честно скажу здесь вопросы в конкретном поле ли лиги легенд кто самый сильный ap carry нету но давайте посмотрим здесь я на моем стриме изменил кое-что сделал что вот вконтакте вот youtube очень удобно в контакте вот группа я долго не хотел запиливать но решил что все же запилить можно вот как это все вы на данный момент группа в состоянии допиливания почему потому что еще не решили для чего она будет в первую очередь конечно же для общения с фанатов но также я думаю что интересно какие-либо еще вещи комьюнити пока 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 точно не знаю а я думаю здесь будут заливаться видео которое не проходит цензурный youtube то есть вырезки и стримов интересный момент я уже одно видео такое практически подготовил осталось там все это скомпоновать и записать ну разберемся плюс вы сюда сможете запиливать свои ремиксы вот ремикс видеозаписи и так далее что хотите любые фото жабы здесь будет здесь будет цензура но минимальная здесь будут обсуждения то есть я думаю здесь буду оповещать о своих мыслях делать различные голосовалки о том какое видео дальше сделать что интересно и так далее то есть для этого мне нужна группа одну секунду дальше дальше следующий вопрос мои планы по стримам вопрос такой был только один почему я так ну точнее вопросов такие было много но я его скомпоную в такой адекватный почему так мало стрим на самом деле я стриму много то есть для меня как человека которому не очень нравятся стримы на мой взгляд я стриму часто то есть через день иногда каждый день иногда там через два дня на мой взгляд это и частый стриминг а я этот формат менять не буду где-то опять же так буду стримить может быть летом буду стримить немножко побольше у меня времени будет больше но пока 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 так говоря же про контент стрима то есть опять же это будет на данный момент поднятие аккаунта ранки да может быть игры со зрителями то есть прошлый раз были игры со зрителями получился в принципе неплохо ну посмотрим говоря про контент в плане там мата и моего неадекватного поведения ну если не изменится что-то глобальное то опять же изменений в этом плане не будет я когда стрим для это говорил не раз я весьма неадекватен следующий момент следующий момент это то о чем вообще говорить не хотел это ру сервер то есть ру сервер ну что могу сказать на данный момент он не является тем чего от него хотят ноги трансфериться на ру сервер можно по трем причинам первое это турниры искать себе русской говорящую команду вторая это играть с русскими игроками не в соло-ку и так далее то есть он нравится вам такое и вы не знаете например язык и третья причина это развитие себя как стримеры и комментатора то есть людей которые стримят и комментируют там что-либо на русском сервере будет смотреть больше человек чем люди которые смотрят на вести ну естественно и стримит на вести естественно если вы говорите на русском языке ну это факт можете мне поверить это факт исключение может быть будут для игроков которые играют высочайшим даймонде то есть даймонд один челлендж но таких мало следующий момент меня задают вопрос по десять раз до сих пор что случилось моим аккаунт его за первым обванили следующему аккаунт добрый человек бейзел дал мне аккаунт я на нем с удовольствием играл но его угнали если это много л и удалили руна я его вернул но на данный момент я возвращаю руна это оказалось гораздо сложнее потому что саппорт riot games оказалось не очень адекватно следующее видео на youtube давайте я перейдем опять перейдем на мою любимую страницу и нажмем ссылочку видео мне очень понравилась система вот таких видео обзор на какой-либо патч то есть будет на каждый патч то есть выходит новый патч сразу на него будет выходить на следующий день и может или может быть через день а иногда в этот же день будет выходить на него обзорчик на побояя обзоры не буду делать естественно плюс будут обзоры турниров заканчиваются турнир появляется обзор следующий момент естественно полезные видео или там небольшие тролл видео в последнее время их довольно таки много то есть психея без купюр это печально и так далее может быть будут видео по типу этого то есть различных более-менее популярных игр которые выходят есть пауза заказал обзора естественно полезные видео как всегда то есть саппорт мидлайн теория практика топ-лайн пики и стратегии подбор статок советую смотреть это я считаю что это мое самое лучшее видео которое когда-либо делал мои мысли типа boosting коучинг и так далее и я думал раз в месяц или раз в две недели будут выходить видео по какому-нибудь персонажу я не буду выпускать видео по персонажем очень часто потому что на мой взгляд чтобы рассказать что-то интересное персонажи нужно сыграть огромное количество игр на этом персонаже и играть довольно-таки высоко и против самых лучших игроков чтобы вас могли за шатдаун когда вы играете за персонажей играете против игроков слабого уровня сложно сказать сильно этот персонаж эти слова потому что я не знаю можно на джаггл химмердингере тащить на силе это это возможно поэтому я считаю что обзоры с низкого элла или от слабых игроков это неправильно но это уже мое мнение поэтому обзор будет не часто следующий момент интересная ситуация сегодня проходит all-stars как вы видите вот проходит all-stars от лолгейм . но более интересный момент такая же трансляция идет от если кис лолгейм расстался с esl и теперь у нас две трансляции от русских игр русских комментаторов на мой взгляд это очень даже неплохо почему потому что каждый каждая конкуренция которая создается это хорошо это прогресс если конкуренции нету это регресс другой вопрос кто комментирует то есть здесь комментирует овертум и упи прокс здесь я говорить ничего не буду в случае здесь это all-seore и сайте я не знаю кто это то есть я знаю что all-seore это комментатор sk2 tv ну получается что он комментатор starcraft а ну он теперь является официальным российским комментатором да одним из официальных российских комментаторов здесь я конечно считаю что это тотальная жесть потому что если кто-то не знает один человек является аналитиком другой является play by play щекам то есть если говорить про play play щека ладно в случае с аналитиком я не понимаю какой может быть анализ от игрока который не играет хотя бы близко к уровню профессиональных игроков там не знаю даймонд хотя бы даймонд 5 конечно желательно даймонд один или там челленджер обладает недюжинными аналитическими способностями и живет лига легенд ну но я например слышал что здесь комментатор скажет указик сау и ульт ну ладно ладно бывает бывает то есть я не совсем совсем согласен но одновременно с друг с этим я согласен с тем что это хорошо то есть две русскоязычные трансляции это приведет к повышению общего уровня комментирования это хорошо и и следующий момент следующий момент это вопрос который мне задают уже на протяжении сейчас скажу сколько практически ну трех с половиной месяцев не задает этот вопрос вопрос почему я расстался с логеймом на самом деле здесь говорить практически ничего конкретно поэтому почему я расстался с логеймом а мне написали что я больше не нужен и все я сказал все до свидания нет проблем то есть я честно скажу я не особо расстроился потому что я очень к тому времени устал комментировать когда я комментировал турниры в соло у меня были жутчайшие проблемы с моими дуо комментаторами они не приходили они там не знаю у них лагала у них был синхрон и так далее получилось что я комментировал в соло по 8 часов плюс это это нереально просто но ладно где-то с месяц назад может быть недели три-четыре назад мне написал один человечек слова гейма сказала что вот так и так напиши линкору поговори о том чтобы ты стал ну вернулся на логейм то есть это у них называется сотрудничество но я написал естественно линкору там вот меня тебе послали по возобновлению сотрудничества он не задал весьма адекватный вопрос то есть совершенно адекватный вопрос как ты видишь это сотрудничество на что я ответил совершенно банальную фразу что я вижу его так же как и в прошлый раз я всегда являюсь на трансляции я всегда комментирую я хочу комментировать как аналитик то есть я хочу комментировать в до у меня с этим нету естественно никаких проблем и собственно говоря я просто хочу комментировать на что он сказал как он видит это сотрудничество я показывать этот пост от линкора не буду а просто по той причине что но это как бы неправильно считается что личная переписка но а я не могу себе отказать в практически цитирование и высказывание своих мыслей по этому поводу я считаю что мои зрители да и вообще какая-никакая общественность заслуживает право знать что ли смысл такой это цитата сейчас одну секунду мне отключился ноутбук рядом стоит одну секундочку ноутбук старый и включаться он больше по ходу дела не хочет да и сейчас одну секунду наконец включился извините за задержку ты комментируешь течение двух месяцев наши турниры включая один на один и два на два не задумываясь в течение этого периода о комментировании крупных турниров только если у нас не будет других комментаторов в тот момент ну как я вам скажу то есть я не буду ничего говорить плохого про комментаторов которые сейчас на лол гейме у меня есть друзья сейчас налоги ими один из них а вертум прекрасный человек неплохой play by play комментатор человек просто прекрасный то есть честно скажу просто прекрасный человек но говорить мне такое я не скажу что я профессиональный комментатор еще чего такого но это скриншот моей трансляции который был на котовича трансляция 15 тысяч человек здесь сложилось очень много факторов но это был побитый рекорд для снг в два раза и мне говорят что я должен комментировать турниры один на один и два на два для сайта логейм фан портала ну предположим следующие моменты которые если честно тоже повлияли что я обязан стримить с нашими логотипами то есть опять же сейчас если вы смотрите мой стрим вы видите что у меня совершенно отсутствие логотипы я вне порталов и я мечтаю оставаться так то есть стримить без логотипов я не понимаю смысла почему я должен стримить с логотипами когда я комментирую какой-либо турнир или а когда стремлю свою слуху я к я в первую очередь комментирую и стремлю для своих зрителей они стремлю для портала на мой взгляд вот это разделение зрительских симпатий между стримерами между порталами это опять же не очень хорошо это происходит только в россии и это ужасно одну секундочку ну ладно ты сидишь только на нашем сайте то есть смысл такой что я не имею права зайти на престиж гейминг на своем стриме хорошо ты посещаешь все назначенные занятия и читаешь отрабатывай все что тебе говорят смысл заключается в чем смысл заключается в том здесь такая информация что я когда-то когда еще работал новогим я отказался комментировать арамы которые проводил ронни бу сказал что это тотальная чушь и что это мне ничего не даст я совершенно прав люди которые этого не понимают является я скажу такой термин нубами которые совершенно не понимают что такое комментирование как комментировать и что нужно от аналитика что нужно от play by play щека и вообще что дает комментирование арамов но люди думают что если у них есть какая-то никакая власть они знают все они естественно в этом поверьте очень и очень сильно правы не правы но ладно все занятия то есть представьте я должен комментировать два месяца один на один турниры два на два турниры и различную фигню типа войтлингов на которых там играют игроки нижайшего уровня и не комментировать нормальные турниры с нормальными игроками а комментировать игроков которые играют в разы слабее даже меня то есть неприятно неприятно ты совершит ты делаешь это все без заклада и поощрений на этот момент мне было пофигу я если честно хотел просто комментировать то есть я понимаю я совершенно понимаю что в конечном итоге если бы я работал сайтом олгейм точка ру и я показал себя хорошей стороны вполне возможно чтобы я стал официальным комментатором riot games хотя в моем случае мне совершенно не нужны деньги ну ладно и ты совершенно не материшься на стримах почему непонятно был разговор между ладно я не буду рассказывать об этом разговоре я имею право материться на своем канале на стриме где угодно сколько я захочу и когда захочу но здесь такая политика что оказывается нет ладно бывает что будет спустя два месяца если ты повысишь на плей-бай-плей поставим комментирую все крупнейшие турниры человека опять же не понимаю то есть это банальная доказательство того что человек не понимает что такое плей-бай-плей совершенно то есть ну это печально я честно скажу это очень печально когда человек не понимает что такое плей-бай-плей плей-бай-плей нужен только плей-бай-плей щекам это ну в случае например с американскими комментаторами да ну и Комментаторы, которые комментируют даже эту игру Эту игру комментирует Фрик и Демон Демон является плей-бай-плейчиком, а Фрик является аналитиком Мне не нужны навыки плей-бай-плей Но данный человек, который это написал Он совершенно не понимает, о чем речь И это очень печально, что он заведует стримами в целом Точнее, комментированием стримов в целом в России Это жутко печально Если честно, даже немножко больно мне на это смотреть и читать Ну, бывает Есть следующая фраза Возможно, по крайней мере, мы приложим для этого силы В будущем больше официальным комментатором Riot Games Естественно, он мне такие обещания давать не может Это банальная удочка Перед этим он меня довольно-таки длительно, скажу так, унижал Ну, для меня, по крайней мере, я честно скажу Для меня это унижение То есть, я не знаю, как вы расцениваете это Но в моем возрасте, при моем заработке При моем финансовом положении При моей аудитории При моем ЧСВ Почему бы и нет? Я считаю, что это неуважение Во-первых, ко мне А во-вторых, к моим зрителям В-третьих, вообще к комьюнити в целом Потому что Что тут лукавить? Я считаю, что комментировать турниры должны Совершенно другие люди, хоть я и прекрасно отношусь к овертам Но в России есть комментаторы лучше И я даже не говорю про себя Они есть лучше комментаторы И они должны комментировать, но они этого не делают Потому что им не дают Ну, ладно Я отказался и сказал линкору В максимально не грубой форме Привязательно такую фразу Линкор, тебе нужно очень сильно переосмыслить свое отношение к общению И переосмыслить приоритеты То, что ты просишь, это пип Ну, на который пойдут дебилы 18 лет И это факт Удачи в поиске Честно скажу, это мое мнение То есть, это мое мнение Что и вправду на это идут люди, которым совершенно нехрен делать И у которых просто сейчас нечем заняться У меня есть чем заняться Ну, многие этого не понимают Он ответил, что хорошо Это было ожидаемо, что ты откажешься Ну, естественно, это ожидаемо на таких-то условиях Спартанский труд И написал фразу Меня эта фраза, если честно, очень возмутила И взбесила То есть, честно скажу, он у меня жутко взбесил В то время, как ты и тебе подобны Вот эта фраза, и тебе подобны То есть, он сказал, что я являюсь таким же человеком Например, как флешин знает Который свои логотипчики по прокачке Элла, скилл английского языка И школа скилла и так далее Я такой Хотя я за свое время в Лиге Легенд Не получил ни копейки, на самом деле В плане Мне не нужен донат Я всегда был против него Я выпускал всегда полезные видео Я Когда еще вообще речь никакая шла Не о комментариях Я комментировал в виде вводов Для своего комьюнити Для сайта Prestige Gaming, если быть точным И не получилось за это ничего Даже партнерка, которая у меня есть на Твиче Я даже не кидаю рекламу Но Ладно Предположим Видит в этом фан и пиар Я создаю бизнес, в котором каждый зарабатывает по заслугам Я на это могу сказать только одно Единственное, кто не зарабатывает по заслугам Это сам Линкор То есть Я знаю, что на Лолгейм Да и вообще в других местах Есть огромное количество фанатов Линкора Но Я развею, наверное Страшную тайну Линкор ужасная личность Которая Просрал все, что только можно Для своего сайта И для комьюнити Он просрал всех адекватных комментаторов Всех адекватных работников Остался только один Ну и естественно Я ничего не могу сказать по УППроксу И там Сайлену Хотя Сайлену Если честно, я ни разу не слышал То, что они Комментируя для русской аудитории Не получая за это практически ничего Или вообще ничего Это просто прекрасно То есть Я честно скажу Это просто прекрасно То есть Это фанатики Это Молодцы В общем, одним словом Но Это мое мнение Каждый склонен думать Как он думает Может быть Некоторые подумают Что для меня это страшнейший пиар Что я неадекват И говорю это только для того Что Чтобы Опять же Пропиариться Чтобы высказать свое негодование Чтобы сказать Что вот я такой хороший Алинкор плохой А на самом деле Это все не так Пускай я думаю Что хотят Здесь я скажу так Пускай я думаю Что хотят Я очень надеюсь Что люди Которые прослушают Это видео Может быть Все же со мной Согласятся И так далее Может быть Сделают для себя Какие-то выводы Но это печально Это печально Ладно ребят Всем спасибо за просмотр Ах да Последнее Последнее Мне очень часто пишут Почему Почему бы я не комментировал Различные там Войдинги В виде водов Ребят Я скажу так Я не то что не хочу иметь Никакого дела С логеймом Вообще В целом Да Я и не буду иметь То есть даже На там идеальных условиях Если мне предложат Я не думаю Откажусь Потому что Такое неуважение Я встречал Только один раз В своей жизни Когда у меня Был научный руководитель В институте Мне поставили Моего замдека Который считал Всех Ничтожественными Ну вот приблизительно Такое же отношение Я испытал От общения с линкором Ну печальное отношение Ладно Всем спасибо за просмотр Не знаю Подписывайтесь на мой канал И думайте своей головой Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...